Добрый вечер, друзья! Добро пожаловать на программу столкновения пророчеств. Мы очень рады, что вы пришли. И в действительности, еще перед тем, как я вышел на сцену, мне сообщили, что еще довольно много людей должны сейчас приехать. У нас очень переполненный зал, поэтому если между вами есть пустые места, и человек справа или слева не выглядит очень странно, тогда вы можете сесть поближе к ним. Таким образом, освободится немного места. Мы очень благодарны, что вы здесь. Ой, да, спасибо. Таким образом, останется немного места для людей, которые сейчас еще приедут. Мы приветствуем вас на эту программу. Это будет особая сырья встреч, имеющая отношение в основном к книге Откровения. И мы будем говорить об некоторых очень захватывающих пророчествах. Мы поговорим о таких вещах, как 666, Армагеддон, начертание зверя, Второе пришествие Иисуса. И основываясь на Библии, о том, в каком периоде земной истории мы живем. Этой вестью я делюсь уже на протяжении 35 лет. И это мое любимое занятие — изучать Слово Божие. И обычно, когда я проповедую библейское учение, мне хочется многим поделиться с людьми. Но я вынужден сразу перейти к этой программе, потому что есть много материала для сегодняшнего изучения. Люди видят, происходит что-то необычное. В 2010 году несколько исследовательских групп провели опрос. Исходя из этого опроса, они объяснили, что к 2050 году приблизительно 60% людей верят, что придет Иисус. 40% из них были уверены в этом, а 20% сказало наверняка. Этот опрос проводился здесь в США. Поэтому сегодня мы будем говорить с вами о самой вершине всех пророчеств — о знамениях пришествия Иисуса. Знаете ли, это очень интересное явление, что сейчас производится большое количество программ, в которых говорится о бункерах. Национальная география производит программы, в которых говорится именно о бункерах на случай конца света. И многие люди задаются вопросом, а что же впереди? Многие из этих людей даже не являются верующими. Они просто следят за событиями в этом мире. Они также волнуются об окружающей среде. Они говорят, что же мы будем делать, если на Землю пойдет астероид, или если будет надвигаться цунами, или произойдет какой-то социальный крах. Другие волнуются об Армагеддоне, и это уже касается верующих. Но многие люди волнуются, сколько из вас слышало о тех, кто готовит бункеры. Они пытаются приготовиться к последним дням, они откладывают ведра с фасолей, они устанавливают солнечные батареи, и все эти разные вещи. И это не есть что-то плохое. У нас с Карен в горах есть домик со всеми удобствами уже 40 лет. И я думаю, уже больше 35 лет мы живем вне цивилизации, так как в той местности нет электричества. Но многие люди занимаются этим, потому что они думают, когда произойдет этот глобальный крах, мы каким-то образом уцелеем. Такое замечается уже многие годы. Есть группы людей, которые волнуются происходящим. Сейчас это зашло еще дальше. И, я думаю, на последней неделе журнал Уолл-Стрит опубликовал статью, что на сегодняшний день 60% всех миллионеров продумывают план, или строят места, где бы они могли защитить себя на случай этого социального краха. Здесь вы видите бункер на случай конца света для сверхбогатых. Они покупают эти деактивированные ракетные шахты. И один разработчик по имени Лэри Холл купил эту землю и начал строить что-то, что... Все вы наверняка видели небоскребы, которые строятся вверх. Но вот эти строятся вниз, в землю. И там есть комнаты, которые стоят 3 миллиона долларов за один этаж. И они очень быстро распродаются. Потому что эти мегамиллионеры, миллиардеры, покупают такие места безопасности, в которых есть собственные водопроводы, фильтры, фильтрирующие воздух, гидропонные хозяйства. Там также есть бассейны. Там есть театры, в которых вмещается 17 человек. Там есть аптеки, тюрьмы. И все это находится под землей. Представьте себе, если кого-то посадят в такие тюрьмы, пока нарушители там сидят, миллионеры тратят миллионы долларов, чтобы иметь возможность жить вот так под землей. И вот эта фотография, диаграмма этих... Они не называются небоскребы. Они называются землескребы, потому что их строят под землей. Они находятся в Канзасе, а то, где они расположены, является секретом, так как это супер засекречено. Поэтому не только простые группы людей думают о возможных катастрофах. Сейчас об этом задумываются менеджеры хедж-фондов, мультимиллионеры, миллиардеры. Они строят бункеры, надеясь, что там они будут в убежище. И наверняка вы также об этом задумаетесь сегодня во время нашего изучения. И позже вы поймете почему. Таким образом, сегодня мы будем говорить о знамениях пришествия Иисуса. Второе пришествие Христа – это то, что вы назовете вершиной всех пророчеств. Мы будем изучать эти темы методом ответом на вопрос. Это помогает не оставаться в пределах времени. Таким образом, такой метод создает четкие понимания учения. Первый вопрос таков – какое учение в Откровении является центральным? Сейчас вы можете делать заметки, мы уже упоминали, что есть дополнительные материалы, которые вы можете использовать, чтобы идти вместе с этими презентациями. Я буду делиться с вами местами в Писании из Откровения. Таким образом, вы будете знать, что второе пришествие Иисуса – это не что-то второстепенное, о чем говорится в последней книге Библии. Например, Откровение 1 стих 7, 1 глава. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Еще один стих вы можете прочитать в Откровении в 1 главе. А, это тот же стих. «И возродают пред ним все племена земные». Эй, аминь. В Откровении 14, 14 написано следующее. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец». Снова здесь говорится о втором пришествии. Тот, который грядет на облаках – это Иисус. Читаем Откровение, глава 22, стих 7. Он говорит «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Это последняя глава в Библии. Но мы еще не закончили. Откройте Откровение 22, 20. «Свидетельствующий сие говорит, эй, гряду…» Что? «Скоро». Обратите внимание, он говорит «гряду скоро, скоро». И наверняка вы думаете, пастор Дак. Иоанн написал это уже больше 2000 лет тому назад. Божье понимание того, что такое скоро, не такое, как у меня. Мы хотим фастфуд. И иногда мы думаем, что наши микроволновки очень медленные, не так ли? Так почему так долго? Оставайтесь с нами, и вы узнаете. «Свидетельствующий сие говорит, эй, гряду скоро, аминь, эй, гряди, Господи Иисусе». Это одно из главных учений этой книги. Таким образом, зная то, что Господь говорит, он грядет, и грядет он скоро, что мы можем знать о времени пришествия Иисуса? Здесь вам нужно быть очень осторожным. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали тем, что я делюсь. Мы можем знать, что Господь придет скоро. Но остерегайтесь тех, кто дает вам дату пришествия Господа. В Матфея 24 Иисус говорит о Своем Дором пришествии. «О дне же том и счастье…» что? «Никто не знает. Ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Но сейчас, когда Иисус на небесах, Он знает. Я сомневаюсь в том, что Отец бы говорил, да-да, я знаю тот день, но я не могу доверять тебе. Но когда Иисус был на земле, Он говорил, даже я не знаю этой даты. Только один Отец Мой знает это. Таким образом, когда кто-то начинает предполагать и говорить вам, я узнал, я провел расчеты, и я знаю день и час, в который придет Иисус. Вот этот джентльмен на фотографии, Гарольд Кемпинг, он очень искренний человек, я не сомневаюсь в этом. Он был президентом радиослужения, которое он же основал. Но я думаю, большинство из вас помнят, когда несколько лет назад он предсказал, я думаю, это был 2011-й, это был второй или третий раз, когда он назначил даты второго пришествия. В действительности, одна из дат, которую он установил, это был 1994-й или 1996-й год. Я помню, я проводил семинар, и в то время он установил дату. Но, конечно, Иисус не пришел. И я всегда говорю ясно, что так не делается. Была дата, которую он установил, а именно 21 мая 2011-й год, и в действительности, тогда мы взяли у него интервью. Нас показывали по Fox News, Сакраменто. Потому что тогда я сделал одно предложение. У него была отличная сеть радиостанций. Мы сказали, мы дадим вам миллион долларов за вашу радиостанцию, вы все еще можете ее использовать, но если Иисус не придет, вы перепишите ее на нас. Он отказался. И с того времени он… Он был искренний в своих выводах. У него случился инсульт после того, как Иисус не пришел. Он был опустошен. Он искренне верил. И это разочаровало много людей. И вы знаете что? Такие вещи приводят к тому, что христианство теряет свое правдоподобие. Знаете ли, сначала это одна дата, затем другая. Я думаю, нам нужно жить в ожидании, так как в действительности, не знаю, насколько вы уверены в этом, но когда вы умрете, вашей следующей осознанной мыслью будет воскресение и второе пришествие Иисуса. Для вас он может прийти очень скоро. И даже если вы проживете 90, 100, 200 лет, что это по сравнению с вечностью? Наша жизнь очень коротка. Библия говорит, один день у Господа – это как тысяча лет для нас. Иисус говорит, что мы не можем знать дня или часа, но мы можем знать, приблизительно когда. В Матфея 24 стих 33 Он говорит, когда увидите все это сбывающимся, знайте, что уже что? – близко у дверей. Перед этим Иисус говорил о знамениях. Он говорил, когда эти вещи начнут сбываться, поднимите свои головы. Он хочет, чтобы мы бодрствовали. В Марка 13 главе Иисус говорит о Втором Пришествии и пять раз говорит бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте. Он хочет, чтобы мы бодрствовали. Он говорит, да бы я не пришел и не застал вас сплящими. После этого он рассказал притчу о десяти девах, которые ждали на жениха. Они уснули, они не были готовы к его пришествию. Несомненно, Иисус хочет, чтобы мы задумывались об этих вещах, чтобы мы не спали. Таким образом, когда вы приходите на программы подобно этим, и мы говорим о возвращении Господа, для христиан это здорово говорить о том, что Иисус скоро возвратится за нами. Аминь. В этом нет ничего плохого. Только смотрите, не устанавливайте даты. Так как скоро он придет? Позвольте мне показать вам эту широкую картину, которая откроет нам, в каком времени мы живем. Библия, своего рода, излагает историю, которая разделена на три периода времени. Первый период начинается со времени Авраама в 2000 году до Рождества Христова до времени... Я извиняюсь, со времени Адама до Авраама прошло около двух тысяч лет. И мы не знаем точной даты, когда Бог создал Адама. Мы в удивительных фактах провели много времени, разбирая библейскую хронологию и создавая полосу времени. Просто для того, чтобы знать, например, когда и в каком времени жил Давид по отношению к Самсону. И другие такие подобные вещи. Вернувшись назад к самому творению с помощью обоснованных предположений, и даже если бы вы знали конкретные даты, это не было бы поводом избрать дату второго пришествия. Смотря на историю в самом масштабе, Адам родился... В действительности не родился, он был создан. Приблизительно в 4004 году до рождения Христа. Снова, это всего-навсего приблизительно. По происшествии двух тысяч лет после Адама родился Авраам. И на протяжении первых двух тысяч лет Бог передавал свое послание через патриархов. Это были люди подобные Адаму, Сифу, Ною, Мафусаилу, Еноху и так далее. Божьи люди. Затем, со времен Авраама, Бог передавал свое послание на протяжении еще двух тысяч лет через особый народ, через евреев. В свою очередь, Иисус родился приблизительно в четвертом году до своего же рождения. Я знаю, люди путаются в этом. Они говорят, я думал, Иисус родился в нулевом году. Когда был развит этот метод датирования, люди, которые его придумали, всего предположили, что Иисус родился в нулевом году. Поэтому они так и решили начать датировать, исходя из этой даты. Затем, позже, они упомянули тот факт, что царь Ирод умер во втором году до рождения Христа. Но мы знаем, он был тем, кто пытался убить Иисуса, приказал войскам убить младенцев в Ифлиеме. Затем, Иисус был крещен в 27 году нашей эры. И Библия сообщает, что он был крещен на его 30-летие. Если вы посчитаете, то поймете, что этот метод датирования до рождения Христа и после рождения, он не совсем точен. Иисус родился где-то в 4-м году до нашей эры. Но таким образом, мы имеем 2000 лет от Адама до Авраама, 2000 лет от Авраама к Христу, затем еще 2000 лет, которые сводятся к нашим дням. Евангелие проповедовалось через духовный Израиль или же церковь. Затем после этого, знаете ли, сейчас мы живем в такой эре, где и все. Вы знали, что сейчас мы в том периоде жизни Иисуса, когда Он ходил по земле 2000 лет назад. Мы живем в то время, когда Он был рожден и разопят 2000 лет тому назад. Поэтому это довольно такое интересное время в истории. Дальше мы читаем в Откровении 20 главе, там говорится о тысячелетнем периоде после окончания этих 6000 лет библейской истории. В сумме, это 7000 лет. И это довольно-таки интересное число. Библия говорит у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Кажется, будто Бог разработал эту библейскую последовательность в числах. Например, 6 дней работаете, и затем на седьмое отдыхаете. И таким образом, 6000 лет длится план спасения. И вот мы уже на предконце этого периода, и затем говорится о тысячелетнем царстве. Это подобно тысячелетней субботе, если так можно выразиться. Таким образом, вы уже поняли, что существует этих 3 библейских периода времени. А именно, 2000 лет эра патриархов, 2000 лет еврейства и 2000 лет церкви или духовного Израиля. Затем тысячи лет, где мы живем и царствуем со Христом. Сейчас мы живем в это интересное для меня время. Я склоняюсь верить тому, что наше поколение будет видеть эту великую кульминацию всего предсказанного. Я знаю, о чем некоторые из вас могут подумать. Вы, пасторы, уже на протяжении 2000 лет говорите о пришествии Иисуса, и Он еще не пришел. Поверьте, когда Он придет, вы будете думать, что Он пришел раньше времени. И вы знаете, что это значит? В один прекрасный день кто-то окажется правым. Он придет. Помните, Бог сообщил Аврааму, что через его потомство придет Мессия? Каждая еврейка мечтала стать матерью Мессии. Прошла первая сотня лет. Прошла вторая сотня лет. Они продолжали говорить, что Он придет, придет. Мессия придет. Прошло пять сотен лет. Прошло уже тысяча лет. Они начали терять веру, они говорили, да, знаем, Мессия придет. И, наконец, когда Иисус пришел, 2000 лет спустя, разве они были готовы? Может ли это произойти снова? Они не были готовы. Каковы из некоторых знамений являются признаками пришествия Иисуса? Это третий вопрос в нашей презентации. Если у вас есть Библия, я не знаю, принесли ли вы ее, но я прочитаю вам и своей. Если вы откроете Евангелие от Матфея, 24 главу, это глава, в которой Иисус говорит о знамениях Второго пришествия. И Он говорит нам, например, несколько вещей. Первое, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание, это... Посмотрите на 6 стих. Матфея 24,6. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Он говорит, будут войны. Но войны еще не конец. Войны были всегда. Но это еще не все. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать. И многие лже-пророки восстанут, и привстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Дальше идет обетование. Претерпевший же до конца спасется. Поэтому не теряйте терпение. Даже в Откровении говорится, здесь терпение святых. Для чего вы думаете, нам нужно терпение? Он грядет скоро, и некоторые думают, о, когда же он придет? Ждите. Он придет снова. Таким образом, давайте сейчас разберем некоторые знамения, которые мы только что прочитали. Знамения конца времени. Говорится о войнах и военных слухах. Политическая нестабильность. Присутствует ли все это сейчас в нашем мире? Конечно, знаете ли, за последние несколько дней в новостях, не только Корея сейчас продолжает тестировать дистанцию, на которую они могут отправить баллистические ракеты. Но сейчас также Иран проводит подобного рода опыты. И они очень ясно заявили, что есть страны, которые им не очень нравятся. И мы одна из них. Израиль – это другая. Я имею в виду, на сегодняшний день, вся Средняя Азия сидит на иголке. И, к сожалению, человек никогда не изобретал оружие, которым он был в конечном итоге не воспользовался. Это исторический факт. И мы задаемся вопросом, на каком этапе кто-то достанет запрещенное ядерное оружие, разработанное во время Холодной войны. Мы даже не знаем, к чему это может привести. Вы знали, что Откровение говорит нам, что Божьи ангелы держат ветра земли для того, чтобы Евангелие еще могло распространяться. Это потому, что Господь ждет нас, удерживая ветра земли, чтобы дать нам возможность делиться хорошей вестью, пока еще все хорошо. Войны и военные слухи. Недавно я узнал интересный факт. Вы знали, что ежечасно в мире тратится больше 100 миллионов долларов на военных, на боеприпасы и на боевые машины. И вы думаете об американских войсках, русских, китайских, и задаетесь вопросом, чему все это стоит? 100 миллионов долларов в час. Но не только войны и военные слухи. Библия также говорит о землетрясениях по разным местам. Совсем не так давно произошло землетрясение в 2004 году, которое привело к цунами. И 250 тысяч людей погибло. И на западном побережье опасаются следующих землетрясений. И мы уже видим эти невероятные катастрофы, землетрясения. Недавно я узнал еще один факт, который исходит из Геологического общества Америки. Национальный информационный центр о землетрясениях. Между 2004 и 2014 по всему миру произошло 18 землетрясений магнитудой 8,0 или выше. Это прирост в 265% выше за среднестатистический показатель предыдущего столетия. Теперь, когда я говорю об этих знамениях, таких как войны, военные слухи, бедствия, землетрясения, не забывайте, это происходило постоянно. Бог говорит о увеличении частоты и интенсивности их появления. Знаете ли, когда у меня с Карен родились дети, и когда она была беременна, время от времени у нее были боли. Я думаю, эти боли на ранней стадии называются схватками Брекстона-Хиггса. И вашей реакцией может быть, о, меня болит, нужно бежать к врачу. И часто они, улыбаясь, отсылают вас домой, говоря, что это всего-навсего первый раз, можете не беспокоиться. И обычно, после 9 месяцев, ребенок уже готов родиться. Но когда внезапно, под конец срока, боли начинают повторяться чаще, и они становятся сильнее и сильнее. Именно тогда вы знаете, что скоро родится ребенок. И когда мы приближаемся к концу времени, вы увидите, что те знамения, о которых говорил Иисус, войны, за последние столетия мы пережили две мировые войны. И с сегодняшними обстоятельствами кажется, что навигается третья. Это не просто войны, это мировые войны, в которых используется ядерное оружие и атомные бомбы. Таким образом, частота появления этих знамений, таких как землетрясения, природные катаклизмы, они увеличиваются и усиливаются. Это что-то, что нужно помнить. Иисус также говорил о язвах. Я думаю, все пугаются этой страшной фотографией из Южной Африки, где развратилась болезнь Эбола. Но это не худшее, что может быть. Чуть больше 100 лет назад, в 1900... В действительности чуть меньше 100 лет. В 1917... Ээээ, в 1918... Была очень большая эпидемия, и вы знаете, что умерло больше людей, чем во время Первой мировой войны. Приблизительно 40 миллионов людей умерло от сильного гриппа. И сейчас, со всеми антибиотиками, ученые сообщают, что болезнь способна распространяться очень быстро по всему миру. Особенно в моем случае, так как я очень много путешествую. Вы заходите на самолет, и достаточно, чтобы один больной человек чихнул, и все это затягивается в вентиляционную систему. И невероятно, но авиационная индустрия по всему миру очень эффективно может распространять определенный вирус. Таким образом, правительства знают об этом, и они стараются остерегаться. Помните, когда была эта болезнь Эбола? Перед посадкой на самолет они обследовали каждого, потому что они понимали, что эта болезнь может ворваться куда угодно. И снова, по Божьей благодати, мы все еще целы. Таким образом, мы можем найти Христа и делиться его вестью. Также происходит нечто страшное в окружающей среде. Журнал «Национальная география» поделилась результатами изучений, где они говорят, что за последние 40 лет половина мира этих животных вымерла. Это поражает. Но знаете ли, я также это замечаю. Я говорил вам, что у нас есть домик в горах, и когда-то мы еще могли увидеть целое стадо оленей. Сейчас они будто испарились. И очень много вещей сейчас изменилось в окружающей среде. Еще одно знамение, которое Иисус дал нам, это жестокость и разрад этого мира. Христос говорил, как было во дни Ноя, и как было во дни Лота, так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. Что происходило во дни Ноя? В Бытие 6 главе вы можете прочитать, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и что велико развращение человеков на земле. Библия говорит, что Бог даже воскорбел в сердце своем, что создал человека. Таким образом, присутствует ли сейчас в мире весь этот разврат? Вот вам интересный факт. Каждый день в Америке членов уличной банды погибает больше, чем в сражающихся иностранных войнах. В 2016 году в городе Чикаго произошло более 718 убийств. Это больше убийств, произошедших всего в одном городе США, чем было убито наших военных солдатов за последние 6 лет, сражаясь на Среднем Востоке. Сколько насилия! Это одно из знамений последних дней. И еще скажу, что я не думаю, нас должны сильно удивлять такие события. Если сейчас сесть и поприключать каналы, вы поймете, что для людей смотреть на насилие стало развлечением. И если мы развлекаемся такими вещами, шансы, повторюсь, все увиденное идут вверх. Особенно молодые люди, пока они растут, они смотрят на сотни тысяч убийств. И из-за этого они становятся более равнодушными. Они видят всю эту стрельбу по телевизору, и уже не совсем понимают различие между настоящим оружием и что оно может сделать. Все это насаживает холодное равнодушие. Падение нравственности. Порнография. Не так давно я увидел результаты недавнего изучения, которые своего рода шокируют. 12% всех интернет-сайтов это порнография. Их насчитывается миллионы. 12%. 35% всех интернет-скачиваний это также порнографический контент. 25% всех поисковых запросов имеют отношение к сексу. 40 миллионов американцев являются регулярными посетителями порно-сайтов. Средний возраст первого подвергания к порнографии это 11 лет. Средний возраст. Это поглощает наше общество. Вещи, которые когда-то считались безнравственными, аморальными, стоят образом жизни. Люди теряют чистоту, которой нас Бог призывает. И вы знаете, я просто не могу упустить еще кое-что. Это то, о чем мы все знаем. Библия говорит, как было в одни лота в Содоме, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. И откровенно, я очень разочарован, что мы ослепли и уже не понимаем различий между мужчинами и женщинами. И что такое однополые браки? Я не хочу быть невежественным, я понимаю, что это очень политически некорректно говорить об этих вещах. Но здесь я буду проповедовать вам о том, что говорит Библия. И Библия говорит об этом предельно ясно, и мы должны об этом говорить. Я вспомнил это по той причине, что я верю, это является знамением. Кто бы мог подумать об этом 25 лет назад? Рост населения. Я видел еще одно изучение. В действительности перед программой я проверял еще раз эти факты. Сейчас в мире 7,5 миллиарда людей. Понадобилось приблизительно 5 тысяч лет. Я думаю, в 1829-м мир впервые перешел за грани населения в 1 миллиард. Для этого понадобилось 5 тысяч лет. Затем, спустя 123 года, всего 123 года, уже стало 2 миллиарда. Спустя еще 30 лет, стало 3 миллиарда. Я помню, когда еще было всего 3 миллиарда людей. Я не так уж и стар. И за мою жизнь, население мира больше, чем просто удвоилось. От 3 миллиардов к 7,5. У действительности есть сайт, на который зайдя, вы увидите счетчик рождения людей. Поразительно сидеть и просто наблюдать, как это число растет. 90 миллионов людей прибавляется к мирному населению каждый год. 90 миллионов. Это не считая уже тех, кто умирает. 90 миллионов новых людей потребляют ресурсы земли. Несколько раз я с Карен посещали Китай. Скажу вам, что в Китае очень много людей. Я помню, как мы были в Шанхае. Я вырос в Нью-Йорке. Это также большой город. Также с довольно большим населением. Но когда я приехал в Китай, я чувствовался, будто я еду машиной в Нью-Йорке через центр города на протяжении времени, которое, я думал, уже никогда не закончится. Там 24 миллиона людей в одном городе. И это число также растет. Это сообщает нам, что наш мир не продлится слишком долго. Иисус говорил, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Другими словами, если бы он не пришел вовремя и не сократил то время, никто бы не выжил. Это указывает, что Господь придет очень скоро. В противном случае приходить будет незачем. Для кого-то он может прийти очень скоро. Он говорит, в час, который вы не подумаете, придет Сын Человеческий. Люди будут удивлены. Затем следующее пророчество является для меня очень удивительным. Позже вы поймете, что книга Даниила очень тесно связана с книгой Откровения. В Откровении есть много ссылок на книгу Даниила. Давайте посмотрим Даниила 12 главу 4 стих. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Нет вопросов, о чем идет речь. Дальше написано «Многие прочитают ее и умножат сознание». Вы представляете, на протяжении больше пяти тысяч лет самыми быстрыми средствами передвижения были лошади. Мой дедушка помнит, на самом деле он уже умер, но он также был рожден в Нью-Йорке, где они еще передвигались на лошадях. Всего за одно поколение все изменилось. Мой дедушка умер, когда ему было 93 года. Он стал свидетелем Первой мировой войны, затем второй. Он был рожден здесь, в Америке. Тяжело даже представить такое стремительное изменение. Посмотрите, как быстро сегодня люди передвигаются. Вот факт национальной географии за 2006 год. Я знаю, это немного уже старая статья, но она по-прежнему говорит ту мысль, что сегодня люди путешествуют вдаль от своего дома больше, чем когда-либо в истории человечества. Я знал одного дедушку, который жил в Северной Калифорнии. Он умер в 80 с чем-то лет. Жил в 50 километрах от океана. Впервые он побывал в центре города, когда ему было 7 лет. А когда он впервые увидел океан, ему было 70 лет. Всю свою жизнь он привел дома, и люди не путешествовали очень далеко. Но сейчас по всему миру люди летают туда-сюда. Затем в Даниила написано в 12 главе пророчество говорит умножить сознание. Люди также начнут понимать Библию лучше. На экране вы видите фотографию огромного гидроускорителя. Это самый большой эксперимент в мире на сегодня. Это также самая большая машина в мире. Она находится под землей приблизительно на глубине 150 метров. Для этого там под землей они пробурили 27-километровый туннель. Там собираются все эти европейские правительства и вкладывают в этот проект 13 миллиардов долларов на построение этой машины для тестирования, чтобы лучше понимать физику. И во время гиперускорения этих частиц они разбивают их на части, затем они измеряют, они пытаются найти это базовое основание, из которого состоит жизнь. В действительности прозвище эта машина была построена для того, чтобы узнать то, что они прозвали частицей Бога. Вы слышали об этом? Они говорят, мы пытаемся найти ответ на вопрос, что является началом всей материи. Они инвестируют большие деньги, технологии. Они находятся не только под землей, но включая космос, где расположена международная космическая станция. Знания умножаются всего за одно поколение, в действительности где-то за одно столетие. Просто взгляните на все эти изменения, изобретения, автомобиль, самолет, радио, телевидение, смартфон, компьютер. Сегодня много молодых людей даже не могут представить мир без смартфона. И знаете, здесь во Флориде, на время нашего визита мы с Карен взяли машину на прокат. Она довольно новая, нам повезло. Нам досталась машина с низким пробегом. И я осмотрелся три раза перед тем, как я понял, как ее завести. Я сел вовнутрь, и потом я понял, чтобы ее завести, не нужно пользоваться ключами. Нужно просто нажать на кнопку. У меня был ключ в кармане, и достав его, я пытался найти, куда его засунуть. Я привык заводить ключом. И по этой привычке, каждый раз, когда я подхожу к машине, я продолжаю доставать ключ, когда на самом деле его и не нужно. Машина сама автоматически открывается. Я подумал, да, умно, зачем тратить энергию, копаясь где-то в какой-то сумке или кармане. И затем я пытаюсь понять, как открыть окно. На этот момент Карен подносит руку и нажимает на кнопку. Я человек, я хочу сводить за что-то и слышать, как оно речит, но все, что нужно, это только нажать на кнопку. Это не дает мне покоя. Много чего изменилось. Вы можете представить, как вы пытаетесь объяснить апостолу Павлу, как где? Вещи изменились. Еще одно большое доказательство, что Христос грядет скоро, это всемирная евангелизация. Матфея 24, стих 14. Для меня это очень мощное пророчество, которое заставляет меня поверить в то, что мы живем последние дни. Иисус заявил очень ясно, и проповедано будет с ее Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. Дальше он говорит и тогда придет конец. Он не сказал, он может прийти или мог бы прийти или возможно придет. Он говорит категорически и тогда придет конец. Также он не сказал, что после того, как Евангелие будет проповедано, будет всемирное пробуждение и каждый уверует. Он говорит на свидетельство, людям дастся возможность уверовать. А что они с этим свидетельством сделают, зависит от них. Но конец придет. Распространяется ли сейчас Евангелие по всему миру? Всего за эти два дня мы получили приглашение проповедовать в Китае. И нас в удивительных фактах Бог сильно благословил, когда мы провели одну из первых христианских серий программ в Китае за последние 50 лет, которые транслировались по телевидению. Все просто трепетали, они сделали копии этих программ и продолжали распространять их. Нам поступил звонок из христианского штаба в Китае, и они спросили, можем ли мы приехать снова. Таким образом, Евангелие сейчас, оно транслируется по спутникам. В следующем месяце мы с Карен отправляемся проповедовать в Нугине. Они говорят, что там соберется больше 100 тысяч человек на этом одном событии в Нугине. Мы также были в Австралии, и я всего один из тысячи таких миссионеров, проповедующих Евангелие. Не только я этим занимаюсь. Иисус говорит, что Евангелие будет провозглашено по всему миру. Сейчас оно проповедуется даже на Среднем Востоке. Мы получаем письма от всех тех, кто смотрит нас на Среднем Востоке онлайн. Люди слышат Слово Божье. и углубиться в очень важную часть этого урока. Только что я говорил о знамениях пришествия Христа. Сейчас я хочу поговорить, как Он придет. О чем? Каким образом Он придет? Потому что в мире много недопонимания о том, как же все-таки Он придет. Я верю, на небе будут миллионы людей, которые не понимали, как Он должен был прийти. Знали ли как Самсон и они станут мировой империи, как было у Соломона. У всех них были эти великие славные воображения, но Иисус сказал, нет, 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 так я приду во второй раз. Первый раз я пришел как Агнец, во второй раз я приду как лев. Таким же образом дьявол сегодня затемняет правду. Много добрых людей не до конца понимают, как он придет. Таким образом они совсем не будут готовы принять его. Много людей в те дни не приняли Иисуса когда он пришел в первый раз, потому что они посмотрели на него и подумали кто? Этот Назарянин? Назаряти даже нет пророков. Этот бедный плотник? Как он может быть мессией? Они не понимали что первый раз он придет в виде жертвы. Сейчас в мире футуристы. Подумайте о первой части этого названия Пре. Они верят что все откровение исполнилось еще к концу первостолетия. Они думают что нейрон был антихристом и что все это позади. Хорошие люди но я с уважением не соглашаюсь с их идеями. Также есть футуристы. Футуристы это те кто сделали популярной идею того что будут оставшиеся позади. Они верят что вся четвертая глава где говорится о том что Иоанн услышал голос позади а не верят что все это в будущем. Затем третья группа в которую я попадаю называется истористы. Эта точка зрения уже устарела. Она уже не так популярна как однажды была. В нее верили многие протестантские реформаторы. Это означает что откровение покрывает панораму истории начиная с первого пришествия Христа заканчивая другим. И вы можете изучить историю церкви и божьих людей на протяжении этого периода. Таким образом эти два основных взгляда много склонников идеи претеристов уже не осталось. Остались футуристы и истористы. Идея футуристов это довольно новая идея. Она стала популярной благодаря книге писателя Галла Линдзи. Эта книга называется Опоздавшая Великая Планета Земля. Кто-то слышал о ней? В этой книге он предсказал, что из-за того, что Израиль стал страной в 1948 году, следовательно, после этого тайное похищение произойдет в 1981 Затем, спустя семь лет скорби, после 1988 придет Иисус. И ничто из этого не произошло. Но в те времена это стало очень популярным. Я в группе, которая верит, что время скорби придет перед тем, как придет Иисус. Другая группа верит, что мы будем вознесены перед наступлением времени скорби. Я бы хотел в это верить, но я не думаю, что так учит Библия. Мы должны знать правду, и я буду делиться с вами местами из Писания. И кто-то может не соглашаться с этим, но мы по-прежнему можем любить и уважать друг друга. Но вы сами для себя обязаны по крайней мере понимать ваших братьев и сестер, которые верят по-другому. Аминь. У нас могут быть разногласия и в то же время мир, не так ли? Произойдет ли тайное похищение? Все мы верим, что придет Иисус. Мертвые во Христе воскреснут и будут восхищены на облаках встретений Господу. Здесь мы соглашаемся, но будет ли это тайное тихое похищение? Начнут ли люди просто исчезать, после чего жизнь на земле будет продолжаться дальше на протяжении семи лет? Я в это не верю. Придет ли Иисус без мятежа? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Первая к Фессалоникийцам 4.16 Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Трубе Божьей сойдет с неба. Дальше написано «И мертвые во Христе воскреснут прежде». Дальше читаем Иеремии 25.30 Здесь написано «Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст глаз свой». Страшно возгремит население свое, воскликнет на всех живущих на земле». Пришествие Иисуса будет очень громким событием. В Псалтире 49.1 мы можем прочитать следующее. Здесь написано «Грядет Бог наш и не будет в молчании, пред Ним огонь поедающий и вокруг Его сильная буря». Пришествие Господа это громкое событие. Он не будет в молчании. И затем когда Иисус говорил о втором пришествии, Он сказал «Когда придут и будут говорить «Вот Он в комнате, не верьте, ибо пришествие Сына человеческого будет подобно молнии, которая сверкну на востоке, видна даже до запада». Вы в своей жизни видели такую очень яркую молнию, которую все могли видеть? Я помню однажды сверкнула молния и у меня были закрытые глаза, но я по-прежнему мог видеть ее сияние. Когда-то я видел штормы в Техасе, где молния будто идет по горизонтали по всему небу. В Калифорнии у нас там горы, там я не вижу таких молний как в Техасе. Но те, которые в Техасе, их можно увидеть везде. Они очень громкие, очень бурные. Пришествие Господа будет очень великим климатическим событием. Кто-то думает, но пастор так. Библия говорит, что он придет как тать ночью. Означает ли это то, что его пришествие будет тихим? Я так не думаю. В Библии, во втором послании Петра 3 главе, мы можем прочитать вот что. «Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут». Тогда небеса с шумом придут. Не будет тишины. Стихия же разгоревшись, разрушится. Земля и все дела на ней сгорят. Таким образом, когда Иисус придет как тать, звучит ли это так, как будто жизнь на земле будет продолжаться? Он придет как тать. Это означает, что люди будут удивлены. Я бы мог многим поделиться о себе, но я не всегда был христианином. Я воровал. Я закрадывался в дома и воровал. И даже здесь, во Флориде, когда-то я жил здесь в южной части. Но не у вас по соседствии, поэтому я ничего не знаю. Таким образом, я не посылал кому-то письмо с предупреждением, что ночью я приду воровать. Это было неожиданно. Об этом же говорит Иисус. Для некоторых это будет неожиданно. Но когда Он придет, тогда они узнают, какие еще физические элементы будут сопровождаться вторым пришествием, которые говорят о том, что это не будет тайным пришествием. В Откровении 16.18 Библия говорит, «И сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение, так великое. Дальше там говорится, «И всякий остров убежал, и гор не стало». Это не 4 или 5 по шкале Рихтера. Мы в Калифорнии наблюдаем за многочисленными землетрясениями. И даже в Сакраменто, где мы никогда их не чувствовали, за последние годы мы почувствовали некоторые. Мир начинает расшатываться. Когда Христос придет, кто его увидит? Будет ли это только избранная группа? Послушайте, что написано. Я дам вам несколько стихов. Матфея 24.30 «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Они увидят Его пришествие с силою и славою великою. Еще раз, это здесь в Матфея 24 написано, что «Они увидят Сына Человеческого, грядущего с силою и славою великою». Затем Откровение 1.7 «Все грядет с облаками и узрит его всякое око». Я хочу еще немного подчеркнуть это. Давайте быстро откроем деяние в первую главу и посмотрим на 9 стих. «Перед тем, как Иисус вознесся на небо, Он сказал своим ученикам, знаете ли, на экране много писания, но мне нравится держать Библию в руках. В 9 стихе вы прочитаете, «После того, как Христос дал им то великое поручение, и сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде, и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Предсчастие Иисуса будет очень реальным. Ангел сказал таким же образом, как Он вознесся, таким же образом Он придет. На облаках Он вознесся, и на облаках Он придет. Не будет никакой тайны. Все узрят Его, когда Он придет. Люди не будут просто исчезать, машины падать с обрыва, а самолет разбиваться. И как я уже говорил, это довольно новое учение. Ему приблизительно 80 лет. Хорошо, седьмой вопрос. Кто будет с Иисусом, когда Он придет? Он придет не один. Библия говорит, «Придет Сын Человеческий во славе Своей». И кто еще? И все святые ангелы с Ним. Как вы думаете, сколько на небе ангелов? Давайте подумаем об этом на секунду. У большинства из нас есть ангел-хоронитель. В Библии Иисус говорит, «Ангелы их, детей Божьих, на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного». Говоря об ангелах-хоронителях, на земле 7 миллиардов людей. Божьи ангелы не только присматривают за нами, но также они делают Его работу, они духи служащие, они небесное воинство. Очень реальные существа с индивидуальными особенностями. Их существуют миллиарды. И вы знали, что всего один ангел сошел от Бога? В Старом Завете вы прочитаете, что в одни языки ангел Господень прошел через сирийскую армию, и он один убил 185 тысяч врагов в один день. Ангел, который охранял могилу Иисуса, эээ, извините, когда ангел пришел к могиле Иисуса при воскресении и отсунул камень, римские солдаты, которые охраняли могилу, были насколько испуганы, что они упали, будто умерли. Один ангел. Можете представить небо, наполненное миллионами могущественных ангелов? Он не сказал, что некоторые из них останутся там. Он говорит со всеми ангелами. Все те ангелы содействовали в нашем спасении. Они будут очень рады увидеть возобновленных нас людей, так как они отыграли роль в том, чтобы мы были спасены. Восьмой вопрос. Что произойдет с нечестивыми от сияния Господа и славы всех ангелов? Написано, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с ним? Эээ, я извиняюсь, я уже читал этот стих. Написано, в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне совершающего отмщения не познавшим Бога. Это было второе послание к Фессалоникийцам, 4 глава, стих 7 и 8. А во второй главе этого же послания в 8 стихе говорится «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия Своего». Беззаконника, которого Господь убьет духом уст своих. Вы когда-нибудь были в поле в солнечный день и с любопытности переворачивали каменную плиту и оттуда начинали расползаться в темноту все эти тараканы. А ночью вы можете включить на улице свет и вся моль начнет слетаться к свету. Существует два типа жуков. Есть жуки как тараканы которые убегают от света и есть такие как моли бабочки которые любят свет. Будет таких же два типа людей когда придет Иисус. Тараканы и бабочки. И следовательно те кто если у вашей жизни нету Господа тогда вы будете ужасаться его пришествия. А если вы Господа любите Библия называет его пришествием блаженным упованием. Но если вы жили греховной эгоистичной жизнью пришествие Господа будет для вас ужасающим. Бог хочет чтобы вы имели мир но если вы на пути к погибели Он хочет чтобы вы были устревожены до тех пор пока вы не покаетесь и не придете к нему. Сияние его пришествия истребит их. Что насчет праведников? Что произойдет с теми кто умер во Христе? Давайте сначала поговорим об умерших во Христе. Мы можем прочитать «И мертвые во Христе воскреснуть прежде». Это стих в первом послании к веселонейкийцам где мы уже читали что «Сам Господь при возвещении при власти архангела и трубе Божьей сойдет с неба». Говорят что этот стих является самым громким и славным в Библии. Звучит ли это подобно тайному похищению? В это же время что произойдет с живущими на земле когда придет Господь? С живущими и воскресшими праведниками. Что же есть мертвые во Христе которые воскреснут? Некоторые из нас мы надеемся быть еще живыми когда придет Иисус. Вуди Аллан однажды сказал «Я не боюсь смерти я просто не хочу быть там когда это произойдет». Поэтому большинство из нас хотят быть живыми когда придет Господь не так ли? Так что произойдет с живущими на земле праведниками? Написано «Не все мы умрем но все изменимся вдруг в обновение ока». Дальше там написано «Тленное сие облечется в нетлении». Тленное означает что наши тела стареют когда мы взрослеем затем мы умираем. Мы получим нетленные тела такие как были у Адама и Евы перед грехом. Тленное сие облечется в нетлении и смертное сие облечется в бессмертие. Потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем до облака в сретении Господу на воздухе. Это опровергает идею тайного похищения. Мы вознесемся вместе с другими на облаках и встретим Господа в воздухе. Таким образом ноги Иисуса не коснутся земли когда Он придет. Мы встретим Его в воздухе. И Христос говорил что «Я иду приготовить место вам и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе чтобы и вы были где я». Таким образом когда мы будем вознесены на встречу Господу в воздухе и когда мертвые во христе воскреснут все мы вернемся в то место которое Господь нам приготовил. Что тогда останется на земле? Нечестивые будут убиты сиянием Его пришествия. Сколько из вас слышало о семилетнем периоде скорби? Поднимите ваши руки. Пожалуйста покажите мне стих где говорится о семилетнем периоде скорби. Это довольно большой риск задавать такой вопрос в прямом эфире который транслируется по нескольким каналам не так ли? Но я с уверенностью могу сказать что нету стиха в котором говорится подобное. Я знаю откуда взялась эта идея в основном с книги Даниила 9 главы но эта идея оставшихся позади говорит что праведники будут тайно похищены нечестивые останутся на земле и им надлежит пройти через испытания затем после семилетных испытаний у людей будет второй шанс покаяться и прийти к Господу после этого Иисус возвратится на землю вместе с праведниками некоторые еще спасутся и затем праведники будут царствовать над нечестивыми на протяжении тысячи лет я бы не хотел этого делать это немного запутанное учение но согласно с Библией будет период времени когда никто не останется в живых на этой земле откройте вашу Библию и посмотрите в книгу Еремии 4 главу 23 стих смотрю на землю и вот она разорена и пуста на небеса и нет на них света смотрю на горы и вот они дрожат и все холмы колеблются смотрю и вот нет человека и все птицы небесные разлетелись когда-то не были но потом исчезли смотрю и вот кормил пустыня и все города его разрушены от лица Господа от ярости гнева его города будут разрушены никто не останется в живых на земле Исайя говорит земля опустеет не останется ничего живого сторонники идея оставшихся позади не могут объяснить стихи где написано что на земле не останется жизни до тех пор пока Бог не сотворит новое небо и новую землю таким образом давайте будем двигаться дальше есть еще что-то с чем нужно поделиться воскрайшие праведники будут вознесены чтобы встретить Господа в воздухе обратите внимание я хочу подвести итог я говорил о том как придет Иисус мы читали что пришествие Господа будет буквальное субъективное видимое слышимое физическое оживляющее славное климатическое каждая из ваших органов чувств узнает что пришел Иисус вы не будете писать кому-то смс и спрашивать ты видел это что именно вчера Иисус со всеми ангелами пришел неужели ты пропустил вот да я пропустил я заметил что самолеты падали на землю машины слетали с дорог и когда я проснулся возле меня в кровати была одежда я думаю это была одежда моей супруги но она куда-то исчезла знаете ли я смеюсь но я не хочу показаться невежественным но для меня это просто на самом деле я знал людей которые думали ну если я не буду готовым когда придет Иисус ничего страшного если моя супруга она христианка она верующая и если она исчезнет тогда я начну относиться к этому серьезно возможно мне придется пройти через бедствие но тогда я узнаю что бог реален и если бы вы только знали сколько в мире людей которые думают что они получат второй шанс это очень опасная вещь если не понимать как он придет другая причина это потому что сейчас дьявол имеет многих самозванцев в этом мире между прочим этот пастор Тим Лохей который написал серию книг оставшихся позади вместе с Джерри Дженкинсом у своей книги нет страха перед бурей он говорит не существует стиха заявляющего о том что Христос придет перед началом времени скорби он говорит в Библии нет такого стиха это выдуманное учение это серия художественных книг но люди верят что они реальны о чем предупреждает Иисус когда он говорил о втором пришествии когда вы прочитаете в Матфея 11 главе первое что он говорит извиняюсь в Матфея 24 главе первое что он говорит это берегите чтобы никто не прельстил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить Я Христос и многих прельстят я помню как я крестил молодую женщину которая находилась в Джонстауне где был Джим Джонс она убежала перед тем как там вещи вылезли боком ужасная история Джим Джонс начал проповедовать будучи методистским пастором хорошая искренная церковь но он был уже пророком который в конечном итоге сказал что он Христос Иисус говорил ибо восстану лжехристы и лже пророки и дадут великие знамения и чудеса являются ли знамения и чудеса указателем где истины огни нет может ли дьявол творить чудеса да мы поговорим об этом больше все для того чтобы прельстить если возможно и избранных другими словами вам необходимо знать Библию потому что дьявол будет готовить сильный обман в последние дни возможно некоторые из вас помнят о Heaven's Gate Group Маршалл Эпплвайт 39 людей поверили этому бедному организатору который сказал что является реинкарнацией Христа он говорил людям необходимо совершить самоубийство для того чтобы попасть на космический корабль находящийся за кометой Хейлбат полный абсурд и они выпили смертельный напиток 39 людей совершило самоубийство он говорил Бог посылает послания через звездный путь возможно это и был Бог который посылал эти послания но это не был Иисус что предотвратит праведников от обмана Исайя 8.20 Я хочу чтобы вы знали вашу Библию и я надеюсь вы следите за тем что я говорю Библия говорит обращайтесь к закону и откровению так называет себя Библия если они не говорят как это слово то нет в них света необходимо все сопоставлять с Писанием и знать что там написано Иисус говорит если взыщете то найдете Аминь Будет ли безопасно пойти и возможно смотреть на таких же Христов просто так ради любопытства Иисус сказал и так если скажут вам вот он в пустыне не выходите вот он в потайных комнатах не верьте Его пришествие не будет тайным неужели это непонятно когда Иисус придет каждый узнает об этом это будет подобно молнии что будут делать ангелы при втором пришествии Иисуса они будут участвовать кое чем Матфея 24.31 и пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их они участвуют в том чтобы собрать спасенных поскольку мы живем перед вторым пришествием Иисуса как мы должны отнестись к этому торжественному славному событию знаете я не хочу чтобы люди просто послушав эту проповедь или кто-то включившись на эту программу между прочим я не думаю что я поприветствую тысячи тех людей которые смотрят нас сейчас в домашних группах в церквях и в разных странах мира мы очень рады что вы с нами но если вы просто смотрите эту программу на самом деле мы делаем это для того чтобы вы могли спастись цель пророчества не заключается в том чтобы просто удивить нас кем что бог знает будущее он знает будущее каждого из нас на он хочет чтобы мы в конечном итоге спаслись Иисус говорил когда все и начнет сбываться тогда вы познаете главная цель паророчества заключается в том что бы вы познали что Он есть Бог, и необходимо наладить наши отношения с Иисусом. Так как же мы должны относиться к Его пришествию? В Матфея 24 Иисус говорит, «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Много людей будут ждать до тех пор, когда наступит уже слишком поздно. Я помню знак, на нем было написано «покайтесь сейчас, чтобы позже избежать торопливости». Потому что когда большинство людей начнут верить, может стать уже слишком поздно. Каждый хотел забраться в ковчег Ноя после того, как начался дождь. Верно? Но уже было слишком поздно. Вопрос номер 16. Что скажут нечестивые, когда возвратится Иисус? И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный. Здесь говорится о нечестивых. Они говорят горам и камням, «Пойдите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Я уже говорил вам, что будет два класса людей. Будут те, кто знали Христа, и Он был в их сердцах, и будут те, которые сопротивлялись Ему, Он стал их врагом. На вас сойдет либо любовь Божья, либо гнев Агнца. Я хочу, чтобы Он пришел, как мой Господь и Спаситель, а не как противник. Аминь. Что скажут праведники, когда придет Иисус? Нам говорится в Исаии 25 главе 9 стихе, «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас». Живете ли вы для Иисуса? Ждете ли вы Его пришествия? Знаете, много чего происходит сегодня в этом мире и даже здесь, в Ирландо? Много чего. Много вещей отвлекают внимание людей от Бога. Я верю, что Бог особенно заинтересован в том, что сейчас здесь происходит в этой трансляции. Так как Иисус пришел, чтобы спасти неправедников. Но самое важное для Бога, это то, чтобы люди нашли истину, потому что истина сделает нас свободными. Чтобы у нас были взаимоотношения с Иисусом, чтобы в нашей жизни мы обрели покой и смысл жить. И у нас есть возможность жить вечно. Именно из-за этого Он хочет, чтобы вы задумывались об этих вещах. Мы становимся насколько занятыми, что мы забываем, ради чего мы живем. Поэтому я очень благодарен, что вы уделили время, чтобы поставить первостепенные вещи на главное место. Библия говорит, мы возрадуемся и возвеселимся в Его спасении. Какова главная цель второго пришествия Иисуса? Евангелие от Иоанна 14.3. Я приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Чтобы и вы были где я. Откровение говорит, и сам Бог с ними будет Богом их. Мы увидим лицо Его. Можете себе это представить? Сейчас мы слабо Его видим, но тогда мы встретимся лицом к лицу. Это 1 Коринфянам 13 глава. Какая же это привилегия? Видеть Бога лицом к лицу. Знаете ли, друзья, Бог показывает нам знамения каждый день. И я хочу, чтобы вы просто знали, впереди могут наступить дни тяжкие. Я верю, будет время скорби. Я верю, Господь придет. Я верю, что мы будем вознесены. Но я верю, что скорбь придет перед пришествием. Спасает ли Бог людей от беды или в беде? Спас ли Бог Ноя от потопа? Или он спас его во время потопа? Спас ли Бог Иосифа от его испытаний? Или он спас его во время испытаний? Что насчет Иова? Спас ли его Бог от несчастья? Или он спас его в несчастье? Не говорит ли Павел, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье? Бог придет за церковью без пятна и греха. Железо закаляется огнем и затем водой. Поэтому идея того, что церковь не придет ни через какое испытание и очищение, абсурдна. Когда церковь сияет ярче, во свете или в темноте? Будет время великой темной скорби? Иисус говорил, что именно в полночь раздался крик. Вот жених идет. Таким образом, впереди наступят времена тяжкие. Я не волнуюсь об этом. Знаете почему? Потому что если Бог будет вашим прибежищем и защитой, на которого вы уповаете, вам не нужно ничего бояться. Никакая язва вас не тронет. Между прочим, Израиль. Спас ли Бог израильский народ от египетских язв или во время этих язв? Находились ли они в Египте, когда изолились эти язвы? Но они были под его защитой. Поэтому, если у вас есть отношения с Иисусом, вам не нужно ничего бояться. Между прочим, сколько язв излились на Египет? 10. Сколько язв говорит откровения будут последние дни? 7. Израиль находился под защитой во время этих семи язв. Первые три они испытали вместе с Египтом. Последние семь они находились в безопасности. Бог защитит вас от язв. Вам не нужно об этом волноваться. Нужно волноваться о том, верны ли мы Богу. Он дал нам знамения. И некоторые христиане теряют надежду прямо здесь на грани самого великого события в истории. Я люблю историю. Я помню, как я читал о Христофоре Колумбе. Когда он переплывал океан, он просто отправился в этот путь и говорил, мы найдем эту новую землю. Никто из разведчиков с Португалией или Испанией не заплывали далеко в океан. Потому что были все эти разные слухи о том, что они заплывут за пределы земли, где водятся драконы и все эти страшные истории. Он говорил, мы просто будем плыть на запад, пока не обнаружим цель. И вы знаете, спустя два месяца, в августе или сентябре, они были готовы развернуться. Тогда Колумб, прочитайте его дневник. Он много молился. Он верил, что он находился на божественном задании. Он сказал мореплавателям, дайте мне еще три дня. Если мы не обнаружим никакой суши, мы развернемся домой. Можете представить, как он себя чувствовал. Но спустя некоторое время, они начали видеть знамения. Они проплыли через ущелье, затем они увидели плавающие кокосы, какую-то растительность. Вода начала менять цвет, она также начала менять солоноватость. По звуку, они определили, что становится мелче. Они не видели суши, но они видели знамения, что они уже близко. Все эти знамения воодушевили их плыть дальше. В конечном итоге, под конец третьего дня, ночью, они увидели на расстоянии пожар. На следующее утро, они стали на сушу. Друзья, мы увидим знамения, Иисус придет скоро, я хочу быть готовым, а вы? Я верю, он грядет скоро, у него есть план для вас. Я также верю, он привел вас на этот семинар, и мы хотим, чтобы вы пришли снова. Я хочу, чтобы вы помолились в той группе, в которой вы находитесь. Пожалуйста, не забывайте, что завтра у нас будет очередная презентация, и мы будем говорить о Герое Откровения. Одна из важнейших презентаций. В 7 часов по восточному времени. Вы также можете зайти на сайт «Столкновение пророчеств» и задать свой вопрос. Продолжайте молиться за этот семинар, и мы просто благодарим Бога, что вы пришли. Перед тем, как мы закончим трансляцию, давайте слоним головы и попросим Божьего благословения. Отец Небесный, мы благодарим за твое присутствие здесь, за то, что ты привел этих людей. Помоги, чтобы в нашей жизни пришествие Иисуса стало главным приоритетом. Излей своего духа на эти встречи, и помоги нам испытать твое присутствие. За все это молим во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok